Привет, гитарный и не только YouTube! Хочу поделиться с вами своим опытом эксплуатации системы резервного питания в квартире, которая позволяет более меня себя чувствовать уверенно в периоды отключения электричества. И сразу же выйдем в коридор, отключим рубильники, сымитируем отключение электричества и я покажу, как работает моя система. Ну вот, темно, света как бы нет. Включу фонарик. Включаю инвертор. Вуаля, свет есть. То есть, все очень просто, удобно и комфортно. Позволяет переключиться с сети на резервное питание. Моя система позволяет запитать полквартиры, грубо говоря, обеспечить светом в коридоре, ванна, туалет, кухня, а также спальня. В спальне же можно включить телевизор. А, ну и да, дополнительно обязательно подключаем, я подключаю роутер. Система сделана таким образом, что есть защита от дурака. То есть, я сейчас сымитирую возобновление центрального электричества. И у нас, по идее, ничего не случится. Инвертор как работал, так и дальше продолжает работать. Ничего с ним не случится. Вот, видно, что сейчас питания нету. Центрального реле контроля напряжения потухло. Работает инвертор. Ну вот, свет вернулся. Идет питание на реле контроля напряжения. А инвертор как работал, так и работает. Кстати, дополнительно, я сейчас включу зарядку аккумулятора. И покажу вам, что в случае, если я оставляю зарядку аккумулятора подключенной, и ситуация, выключается свет, и потом возобновляется электричество, то автоматом начинается заряжаться аккумулятор. Как это сделано, расскажу немножко позже. Ну и возвращаю питание в коридоре от сети. Несколько слов, почему именно такую систему я выбрал для резервного питания квартиры. Во-первых, это цена. Во-вторых, на момент покупки оборудования я задался вопросом, чего мне ожидать от состояния электросетей, от того, как будет отключаться электричество. Прикинул два варианта. Первый вариант, это будут периоды вообще полностью без света, полностью отключения. Тогда никакой аккумулятор, никакой инвертор нас не спасает. Нужен генератор или какой-либо другой источник резервного питания. Или если это зимой, так вообще, возможно, придется и уезжать из города. Второй вариант, это периодическое отключение, включение электричества. В таком случае должен помочь аккумулятор с инвертором. Ну я, в принципе, и пошел по второму варианту, оценивая это как наиболее реалистичный сценарий, в том, что будет выключаться электричество и потом на какой-то период включаться. Вторым этапом я начал рассчитывать, что же мне нужно запитать. Отсюда же исходил выбор мощности инвертора, мощности аккумулятора. Хотя, на самом деле, немножко так было в моем случае, но, в принципе, суть это не меняет. В первую очередь, я считаю, что в квартире должен быть свет. Слава богу, с современными LED-лампочками мы можем обеспечить освещением полностью всю квартиру на 100%. Одна лампочка, ну в среднем, по максимуму, 10 Вт. В моем случае, коридор, ванна, туалет, кухня и спальня, это в районе 100 Вт. Плюс интернет, Wi-Fi роутер, преобразователь с оптики на сигнал, не знаю, как эта коробочка называется. В общем, в районе 10-15 Вт потребляют. Тоже не так уже, как бы и много. Ну и дальше, по желанию, в моем случае, это дополнительная опция, как необходимо, это телевизор. Потому что нужно чем-то ребенка занимать, покуда я работаю. Работаю дома на удаленке, а в садике работают сейчас, слава богу, полдня. И во второй половине дня включаю телевизор, и ребенок занят. В общем, мой необходимый минимум, это 200-250 Вт. Аккумулятора с кислоты свинцового на 60 Ач в таком случае хватает, если полностью все включено, и не экономить свет, телевизор, ну, где-то часа на два. Хотя давайте здесь я сделаю отступление, и к расчету вернемся или в этом видео, или в следующем, и сделаем более детальные расчеты, потому что нужно понимать, как нам посчитать, перевести напряжение амперы в ваты, на сколько времени будет хватать работы аккумулятора, покуда он не разрядится, плюс разные аккумуляторы. С разных аккумуляторов можно вытянуть разное количество энергии, при, казалось бы, одних и тех же, одной и той же емкости. Если я имею в виду, допустим, кислоты свинцовые 60 Ач, и такой же на 60 Ач литий-железо-фосфатный, то мы сможем вытянуть разное количество энергии с этих аккумуляторов. Второй момент при комплектации создания своей системы, я обращал внимание на эргономику. После зимы 22-23 года, когда я натаскался с аккумулятором, инвертором, то в коридор его, то на подоконник, то на стол, то подключить ноутбук, то подключить монитор, но это очень-очень неудобно, я принял решение, что моя система будет стационарная, и включаться очень легко и просто, таким образом, что даже ребенок сможет его включить и ничего не напортачить, ничего не сгорит. Главным элементом для следования принципа эргономики является вот такой вот переключатель сети на резерв. К свинцово-кислотному аккумулятору или любому другому аккумулятору можно подключить инвертор. В общем, давайте рассказывать за то, как у меня. К свинцово-кислотному аккумулятору, который у меня был в наличии, я подключаю инвертор. Инвертор на 500 Вт постоянной нагрузки, 1000 Вт пиковых. Инвертор преобразовывает постоянное напряжение 12 Вт в переменную 220 Вт с чистой синусоидой. Очень важно, чтобы была чистая синусоида, так как вот эти вот LED-лампы, они не работают от модифицированной синусоиды. Ну, вернее, как они работают, но светят в полумощности и быстро сгорают, физически сгорают. Красиво так с дымом, воняет, правда. Дальше, 220 Вт подключаю через вилку, на всякий случай так сделано, чтобы в случае какой-то чрезвычайной ситуации можно было выдернуть быстро вилку. Ну и плюс так, как бы в инверторе уже сделана розеточка. Вот поэтому, чтобы сильно не умудрить. Дальше. Провод идет с 220 Вольтами резервного питания, идут в щиток. В электрощитке заходит на рубильник переключения сеть резерв. В этот же рубильник у меня подключена сеть, частичная сеть. Дальше я сделал таким образом, что с этого рубильника у меня запитаны только три линии. Свет, зал и роутер. Все остальные линии от резерва не работают. Маломощный инвертор и такое вот подключение резервного питания позволяет обеспечить долговременную работу всей этой системы и избежать случаев, когда по ошибке останется включенным какой-то мощный электроприбор в резетку и он быстро разрядит аккумулятор. Дополнительно, от линии, которая у меня называется балкон, которая подключена напрямую к сети, я вывел еще одну розеточку поближе к аккумулятору. И вот этой резеточке я запитываю зарядное устройство. Вот такое вот разделение резетки с резервным питанием и резетка напрямую от сети без резервного питания позволяет реализовать схему включил зарядку и забыл, и не трогаешь ее. Свет выключили, заряда не идет. Свет включили, аккумулятор начинает заряжаться. Однако я рекомендую, да и сам так делаю, в периоды ожидания и бездействия системы резервного питания отключать инвертор и после зарядки на 100% аккумулятора отключать зарядное устройство из сети. И последний момент, это по поводу клеммников. Оставлять их накинутыми на аккумулятор или отсоединять. Здесь мы проведем небольшой эксперимент. Подключу зарядное устройство к аккумулятору через амперметр. Получается в режиме ожидания зарядное устройство потребляет 31,4 мА. Множим на 12,8 мА. Сейчас такое напряжение на аккумуляторе вольт. Получается почти 0,5 Вт. Но если мы умножим на 24 часа, за сутки получится почти 10 Вт. То есть зарядка раздражает наш аккумулятор за сутки на 10 Вт. В случае, если мы попали в ситуацию, когда свет отключают каждый день, бывает по несколько раз в день, ну, как бы ничего страшного. А если мы попали в нормальную ситуацию и электричество есть, зарядили аккумулятор и оставляем, как бы, эту систему на постоянное, то она будет раздражать аккумулятор. Не очень, как бы, хорошо, поэтому для себя я принял решение, что я клеммник от зарядки откидываю в режим в периоды простоя. И, пользуясь случаем, пройду эксперимент, померяю, сколько потребляет инвертор в выключенном состоянии. Подключаю через амперметр. Инвертор потребляет 1,1 мА. Не так уже, как бы, много, поэтому клеммник от инвертора я не отключаю, что, кстати, позволяет мне проводить вот такой фокус, как я вам вначале показал. Выключили свет, легкое движение руки, включаем инвертор, включаем, переключаем рубильник в щитке, и у нас появляется. Надеюсь, видео было полезным. Спасибо большое за просмотр. Пока!